Здравствуйте! Сегодня вы находитесь под защитой. Права пациента в Украине – важная юридическая тема. Мы уже рассказывали, что каждый заболевший гражданин вправе обратиться в ближайшее медучреждение за медицинской помощью, и ему не вправе отказать. Пациент может требовать замены врача на другого, какого он захочет. Заболевший вправе пригласить к себе в больницу врачей из других медучреждений, а также священника, адвоката, родственников. Пациент имеет право требовать лечения за рубежом. И не забывайте о том, что закон предоставляет широкие возможности на получение медицинской информации о здоровье, о содержании медицинской карты и истории болезни. Итак, сегодня мы продолжаем говорить о важном знании – знании своих медицинских прав. Основа законодательства Украины о здравоохранении, регулирующей права и обязанности пациентов и врачей, регламентирует права родственника в случае смерти пациента. Статья 39 основ дает им право присутствовать при исследовании причин смерти и знакомиться с выводами, а также обжаловать эти выводы в суде. Следующее право. Право на тайну о состоянии здоровья. Статья 39 со значком 1. Основ. Факты некорректного поведения медиков по отношению к своим больным, доверившим им свое здоровье, в виде разглашения информации о них, увы, нередки на практике, и в особенности относительно наркоманов, больных с ПИДом, венерическими заболеваниями. Такое поведение врачей чревато серьезными негативными последствиями для больного, членов его семьи, поскольку окружающие начинают попросту обходить их за версту. Поэтому закон защищает всех граждан и указывает, что пациент имеет право на сохранение в тайне информации о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, о диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании. Закон запрещает требовать и подавать по месту работы или учебы информацию о диагнозе и методах лечения пациента. Вы находитесь под защитой. Следующее право. Право на тайну интимной семейной жизни. Статья «40 основ». Зачастую, кроме болезни, медикам становится очень многое о жизни больного, в том числе семейные и интимные стороны. Закон в подобных случаях устанавливает врачебную тайну и на эту информацию и запрещает медикам разглашать сведения об этом, а также о болезни, обследования, осмотрах и их результатах. Следует отметить, что данный запрет действует согласно этой статье также и для других лиц, в котором в связи с исполнением профессиональных или служебных обязанностей стала известна данная информация. Полагаю, это очень важным указанием в законе, поскольку знания о семье, интимных обстоятельствах жизни и болезни, в том числе, становятся зачастую известными многим лицам, например, работникам полиции, прокуратуры, а также, например, руководителю, которому на работе стали известны некие подробности жизни подчиненного сотрудника. Эта норма закона обязывает и этих лиц хранить тайну. В случае же нарушения указанных норм закона, пострадавшие в праве обратиться за компенсацией материального и морального вреда в полном объеме. Следующее право. Право на бесплатную медицинскую помощь. Бесплатная медицина. О ней говорится в нашей Конституции. Однако, реалии. Это, увы, платная медицина. Но помним, что Конституцию никто не отменял, поэтому изучаем и пользуемся своими правами. Для этого нужно знать, что существует утвержденная Кабинетом министра Украины программа предоставления гражданам, гарантированной государством бесплатной медицинской помощи. Эта программа определяет перечень видов медицинской помощи, которые предоставляются государством бесплатно, объемы этой помощи, нормативы финансирования на одного жителя. Правительство определило базовые показатели формирования затрат на здоровье в бюджетах всех уровней, а органы исполнительной власти разрабатывают и утверждают аналогичные региональные программы, которые, к слову, могут предусматривать дополнительные объемы и виды медпомощи за счет средств местных бюджетов. Таким образом, для того, чтобы выяснить, входит или не входит конкретная медицинская помощь в перечень, гарантированно бесплатной, сколько и чего обязаны дать в поликлинике, в больнице пациенту бесплатно, необходимо обратиться к их руководителю, до которого доведены точные нормативы и объемы. Кроме того, если есть сомнения и материальные требования врачей, как говорится, явно зашкаливают, полную информацию о конкретном лечебном учреждении, его обязанности по бесплатной помощи гражданам можно получить, обратившись с запросом с заявлением в местные органы здравоохранения или в прокуратуру. Но в данном документе есть обязательный перечень видов бесплатной медицинской помощи, о котором мало кто знает. Итак, бесплатно в любом случае предоставляется скорая и неотложная помощь в состоянии, угрожающем жизни человека, амбулаторно-поликлиническая помощь, то есть прием в поликлинике, стационарная в случае острого заболевания и в неотложных случаях всем детям, всем беременным оруженницам, всем больным по направлениям СЭК и ВКК. В полном объеме предоставляется безотлагательная помощь стоматолога, всем детям, всем студентам, всем инвалидам, всем беременным и всем женщинам, у которых есть дети до трех лет. Об этих своих правах вряд ли знает большинство граждан из указанных категорий. Вы находитесь под защитой. Медицинская тема актуальна всегда, так как здоровье наиважнейшая ценность. Хочу привести подходящее мудрое высказывание известного современного философа Джима Рона о знании и о болезни. Невежество – это не бедность, невежество – это не блажь, невежество – это опустошение, невежество – это болезнь. Все неудачи от невежества. Поэтому знания о правах пациентов будут и в наших дальнейших программах. Вы находитесь под защитой. До свидания.